Добрый день с обзором главных событий. К этому часу в студии Яруфат Халапов вы смотрите и слушаете новости на CBC и CBC FM. В начале коротко о главном. Глава МИД Украины Дмитрий Кулева подал решение в Верховную Раду об отставке. Ранее прошение об отставке в парламент также подали министр стратегических территорий, министр юстиции, министр экологии и глава фонда госимущества. Администрация США продолжит поставки вооружения Израилю, несмотря на решение Великобритании об их ограничении. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Позиция США относительно ударов, поставляемым ВСУ американским оружием по территории России, остается неизменной, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос о возможном пересмотре ограничения на фоне призывов президента Украины Владимира Зеленского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Даже после полного разгрома сепаратистских сил в Карабахе, остатки режима никак не успокоятся. Накануне община западного Азербайджана категорически осудила провокационное заявление так называемого экс-лидера террористического квази-государственного образования Самвела Шахрамяна, угрожающая территориальной целостности Азербайджана. Если Ереван не прекратит подобные действия, то Баку напомнит силу железного кулака, заявляют эксперты. Если Армения не откажется от опасной политики, то община западного Азербайджана начнет работу по созданию правительства в изгнании. И в частности направит обращение в парламент страны с целью создания комиссии по возвращению в родные края. Об этом говорится в заявлении общины западного Азербайджана, сделанном накануне, в ответ на провокационные заявления остатков реваншистского режима в Армении. На протяжении последних двух-трех лет армянское лобби по всему миру ведет очернительную кампанию против Азербайджана, выставляя страну как оккупанта и агрессора. Однако стоит учесть тот факт, что в Азербайджане спокойно проживают этнические армяне, а вот в Армении нет ни одного азербайджанца. Эксперты уверены, что вопрос возвращения западных азербайджанцев на их родные земли должен быть более системным. Я думаю, что мировое сообщество в первую очередь должно должным образом обратиться и принять те заявления, которые делаются со стороны общины западного Азербайджана. Как раз таки эти заявления связаны с тем, что это же мировое сообщество в первую очередь должно обеспечить возвращение вот этих 300 тысяч азербайджанцев, которые в свое время проживали на территории нынешней Армении и проживали на своих родных территориях. То есть это не пришлый народ, это коренной народ, который там проживал. Армения с одной стороны заявляет, что не имеет никаких территориальных претензий к Азербайджану, а с другой подпитывает сепаратистские силы. Подобные действия, к сожалению, никак не пресекаются со стороны мирового сообщества. Наоборот, различного рода европолитики, представители американского политического истеблишмента всячески поддерживают такие инициативы, нередко становясь их главными спонсорами. К вопросу возвращения западных азербайджанцев на родные земли нужно отнестись с особым вниманием. Но мир продолжает оставаться глухим к этой проблеме. Представители общины западного Азербайджана, они правомерно считаются беженцами, нежели армены, которые уехали из Карабаха по собственной воле. Во-первых, потому что азербайджанцы были вынуждены уходить. Есть многочисленные факты о том, что их изгнали от мест, где они жили сотни лет. Арманское население из Азербайджана ушло по собственной воле, по пропаганде армянской лобби, которая планировала тем самым в следующем использовать этот фактор в отношении Азербайджана, обещая им очень хорошей, прекрасной жизни во многих других частях мира, в Соединенных Штатах, в Европе и так далее. Прослеживается странная закономерность. Именно в сентябре каждого года сепаратисты поднимают свои головы. Однако армении стоит усвоить, что Азербайджан не потерпит беспочвенных упреков в свой адрес и тем более прямых угроз. В сентябре 2020 года азербайджанская армия начала свой славный путь, а спустя три года Азербайджан установил полный контроль над всей территорией Карабаха и вернул свои исконные земли. Железный кулак на месте и всегда на готове. Юлия Дунямалиева, Эллада Мамедова, СиБиСи Подробнее эту тему обсудим с гостем на прямой связи со студией политолог Ахмед Алили. Ахмед Мэрм, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, благодарю за приглашение. Спасибо, что приняли приглашение. Но вот вопрос возвращения западных азербайджанцев на родные земли остро стоит более 30 лет. Если говорить о более системном подходе к этому вопросу, как решение общины создать правительство западного Азербайджана в Загдане поможет в решении вот этого вопроса и других вопросов? Я думаю, что каждый раз, когда со стороны Карабахских армян этот вопрос поднимается, всем ясно, что игнорировать или давать определенные привилегии одной части населения, которые были вовлечены в конфликт, и игнорировать нужды других, это не приведет к позитивному миру. Для позитивной повестки мира это очень важный пункт, чтобы все были счастливы с результатами этого мирного процесса. Поэтому игнорирование нужд представителей общины западного Азербайджана, в этом плане, я думаю, что это очень нечистое опасно. Поэтому каждый раз, когда карабахские армяне поднимают этот вопрос, естественным образом поднимается вопрос, который касается прав представителей общины западного Азербайджана. И если в Ерване сентябрь это такой месяц, что очень многие разные исторические события произошли именно в сентябре 2020 года, 2022 года, 2023 года и, естественно, сентябрь 1992 года, 1993 года, все очень многие события связаны с сентябрем. Если в Армении это все делается для того, чтобы как-то удовлетворить национальные потребности в такой риторике, то надо понимать, что в этом плане те сообщения, которые даются для внутренней аутории, в Армении это не остается. Наоборот, он привыкает очень сильное внимание и представителей международного сообщества, и особенно в Азербайджане. Поэтому, да, если в Армении или в среде Карабахской Армении, или в среде Армении диаспоры, есть люди, которые думают, что надо активно работать в том направлении, чтобы создать какие-то правительства изгнания в разных европейских странах или в Армении, то надо принимать внимание, что то же самое шаги могут быть предприняты со стороны Азербайджана. То есть Азербайджан во всех этих конструкциях, он имеет, скажем так, свои прогнозы, он видит, как может ситуация развиваться, поэтому, да, Азербайджан подготовил в этом направлении ответные шаги. И если Карабахская Армения решает каким-то образом создавать свое правительство в изгнании, я думаю, что в этом плане параллельный шаг со стороны Азербайджана будет создавание правительства западного, общины западного Азербайджана в изгнании. Ну, Ахмед, Азербайджан также славится своим историческим событием, которые также произошли в сентябре. Мы знаем, это начало Второй Карабахской войны, в которой за 44 дня Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации, а также антитеррористической операции, которая была за два дня выполнена и вернулась в стране в суверенитет. Вот если говорить об этих факторах, то помнит ли Армения, что железный кулак всегда на месте, а если нет, то что позволяет ей об этом забывать, на что рассчитывает Армения? Ну, я думаю, что армянская дипломатия в последние несколько месяцев, год, скажем так, были такие продвижения, я имею в виду, что со стороны армянской дипломатии, какие-то шаги сделаны со стороны разных азиатских стран, разных европейских стран. Это создает очень такое чувство ложного, ложной самоуверенности, да? То есть в этом плане мы сейчас видим, как все это, сейчас Россия очень сильно критикуется в разных армянских медиаплошадках, потому что ожидания были совсем другие от России, а азербайджанно-российские отношения, и они сыграли свою роль, и таким образом получилось так, что Армения и его представление о роли России с сентября 2020 года, с сентября 2022, с сентября 2023 года, это как бы отличается от тех ожиданий, которые были в Армении. Вот поэтому-то я думаю, что те причины, которые есть в армянской дипломатии, которые армянская дипломатия считает, что вот создает такую уверенность в армянской дипломатии, я думаю, что это ложная самоуверенность, понимание ситуации иногда отличается. Возможно, в Вашингтоне, Брюсселе, когда делаются разные роды помощи, имеется в виду другие направления, имеется в виду, что Армения должна себя как бы чувствовать более верно в других направлениях, но то, что в Армении армянской дипломатии думают, что эти ресурсы можно использовать против Азербайджана, это естественным образом создает очень ложную самоверенность. Еще раз говорю, то, что было в контексте российско-армянской отношений, к чему это привело, я думаю, что в Армении действует, который понимает, что нечто подобное может повториться и в отношении армяно-индийских отношений, армяно-европейских, армяно-американских отношений. Поэтому, да, хотелось бы, чтобы эти люди были представлены в армянской правительстве намного больше. Вот такой взгляд, это призвая самооценка. Не игнорирование географии, да, принимание географических факторов во внимание. Это очень сильно помог бы и Армении, и Азербайджану в том плане, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе, особенно тех вещей, которые касаются безопасности на Южном Кавказе. А ложные представления, игнорирование географических факторов, игнорирование разницы в материальном благосостоянии стран, особенно в военном отношении, это тоже имеет очень сильно, как бы, вот, это тоже надо принимать во внимание. То есть, игнорирование всех этих факторов приводит к тому, что появляется очень ложное чувство самоуверенности, а такие ложные представления, непонимание реалий, это, в конце концов, приводит к очень негативным последствиям, что мы наблюдали с сентября 2020 года и в дальнейшем. Вот сейчас в Армении, в армянском экспертном сообществе, есть очень много разных мнений, особенно радуют те мнения, которые кирпичат Пашиня за то, что неприняное предложение президента Алиева на счет того, чтобы занесущие коридоры и Латчинская дорога, они должны быть, скажем так, обоих должно быть равной статусу. В свое время Азербайджан предложил такой вариант. Если бы Армения тогда приняла бы этот вариант, то не было бы протестных активистов, не было бы и те события, которые произошли в дальнейшем. Вот поэтому я думаю, что трезво оценить ситуацию, это очень важно, и в Армении, внутри армянского экспертного сообщества есть такие люди, появляются такие голоса, и надо, чтобы в армянском правительстве принимали во внимание именно мнение этих людей, а не других. Да, Армейн Оль, и вот в финале вот такой вопрос хочется вам задать. Вот какие все-таки факторы стоит учесть при создании правительства Западного Азербайджана, вот как раз-таки в продолжении ваших слов, если Запад на протяжении всего времени оккупации, изгнания с родных земель азербайджанцев закрывал глаза на несправедливость по отношению к изданным азербайджанцам, которая была со стороны Армении? Я думаю, что это будет ответным шагом к тому, какие шаги предпринут армяне, диаспоры и карабахские армяне. Мы видим, что внутри Армении есть люди, которые хотели бы действовать по отдельности, то есть не принимать во внимание те ограничения, которые есть сейчас у армянского правительства. Поэтому в диаспоре есть такие люди. В зависимости от того, какой формат они выберут для своего правительства изгнания, для правительства Карабахской армии вы изгнание. В этом плане я думаю, что Азербайджан предпринет, какие бы параметры ни были там, я думаю, что Азербайджан с уверенностью, эти параметры будут существовать, в правительстве изгнания западных азербайджанцев тоже. Поэтому такие шаги, прежде чем принимать такие шаги, надо принять во внимание, что это путь, который может, не может, а 100% приведет к дестабилизации региона. То есть хотим ли мы этого? Я думаю, что сейчас мы наблюдаем за тем, как Баку и Ереван, они спустя, после очень тонких дипломатических приговоров, они пришли к такой точке, что надо решающий шаг сделать, и потом мы можем увидеть подписание нового договора, или документа, стейтмента, заявления. Вот в этом плане я думаю, что такие заявления со стороны Карабахской армии, со стороны Армян Диаспоры, они очень легально влияют на процесс, поэтому не надо ожидать, что если у Армян Карабаха будет свое правительство, и сгнание, то у Азербайджана не будет никаких шагов. Наоборот, у Азербайджана есть очень много возможностей, и Азербайджан пользуется очень ограниченным количеством своих возможностей, чтобы мирная повестка дня продвигалась в регионе. Спасибо большое, Ахмедовна. Благодарим вас за подключение, за ваши ответы. Напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был политолог Ахмед Алили. До свидания. Недавние союзники чуть ли не стали заклятыми врагами. В российско-армянских отношениях все больше разногласий. Критика в адрес Армении прозвучала на очередном брифинге МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила об обязанностях Еревана перед Москвой и другими членами ОДКБ. Брать на себя обязательства и не выполнять их. Пожалуй, это один из главных принципов внешней политики Армении. От армянского политического жульничества устали и в России. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в очередной раз прошлась по заявлениям Еревана о заморозке работы во всех органах организации договора о коллективной безопасности. Армения, по ее словам, де-юре остается полноправным членом ОДКБ и за ней сохраняются соответствующие обязанности. Я регулярно читаю заявление, которое делает официальный Ереван. По этому поводу в том числе я обращала уже внимание, они же вроде недавно заявляли о том, что ОДКБ покинуло территорию Армении. Потом начали заявлять, что они заморозились внутри этой организации. Хотелось бы понять, кто в ком находится. Захарова высказала убеждение, что за каждой произнесенной официальным лицом фразой должен быть не только смысл, но и ответственность, особенно за последствия сказанного. Фактически же сейчас руководство Армении придерживается линии на отход такого взаимодействия, что, на наш взгляд, противоречит интересам армянского народа. И рассчитываем, что в интересах будущей безопасности самой Армении, да и в целом всего региона, наше партнерство с Арменией в рамках ОДКБ будет полноценно возобновлено. И, наверное, третий элемент, связанный с первыми двумя, мне кажется, игра словами может, так сказать, не довести до добра. Тем временем в российском экспертном сообществе уверены, Пашинян антироссийскую политику менять не планирует. По словам гендиректора Каспийского института стратегических исследований Игоря Коротченко, армянский премьер постепенно превращает страну в очередную жертву европейских устремлений. Армия приходит на запад, это такой троянский конь, игрушка в руках западных манипуляторов. Очень деструктивное воздействие со стороны Франции, а также США, плюс Евросоюз. Какие-либо претензии со стороны Пашиняна в адрес России, они абсолютно нелогичны, и мы не должны обращать на них внимания. Целый ряд важных военных политических решений за Ереван сегодня принимает его внешние аккураты. Из Евросоюза и США. Наша общая цель и задача сделать так, чтобы Армения не превратилась в троянского коня запада в регионе. Сам премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял о намерении его страны и дальше усугублять сотрудничество с Евросоюзом и США. Ереван даже рассматривает вопрос возможного вступления в ЕС, но там армян используют как разменную монету, считает Коротченко. Армения такова, какова она есть. Это страна, которая нуждается в внешнем давлении, в политическом принуждении, чтобы она вела себя правильно. Я думаю, что весь опыт предшествующих лет показал, что эта истина, она действительно имеет место. Общими задачами всех, без исключения государств Южного Кархаза, нам надо сделать так, чтобы Армения вела себя ответственно, отвечала за свои обязательства и выполняла их. А вот эти вот манипулирования и политические рыскания Пашиняна, ну они просто недостоинны с точки зрения политиков. Еще в начале этого года премьер-министр Никол Пашинян в интервью французскому телеканалу заявил о заморозке членства Армении в ОДКБ. А позже в интервью британским СМИ Пашинян подтвердил, что более не возлагает никаких надежд на эту организацию, в которой ключевую роль играет Россия. На данном этапе Ереван ни на каком уровне не участвует в работе ОДКБ. Армянская сторона отказывается принимать на своей территории мероприятия блока и его военноучения, а также выполнять финансовые обязательства перед организацией. Военные силы России нанесли ракетный удар по украинскому Львову на западе страны. По предварительным данным, в результате атаки по центральной части города погибли 7 человек, 45 пострадали, повреждены жилые дома и два учебного заведения. Из 45 госпитализированных в городе 11 находятся в критическом состоянии. Кроме Львова, в ночь на среду был атакован также Кривой Рог, где пострадали 5 человек. Тем временем сразу несколько украинских министров подали в отставку в соответствующее заявление. От них поступили в Верховную Раду. В отставку подали министр юстиции, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов, замглавы Офиса президента Украины. И на этом список не заканчивается. Стоит отметить, что также в отставку подал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Накануне стало известно о том, что в Киеве начались перестановки в правительстве. Данную информацию подтвердили несколько министров. В местных СМИ сообщают, что в частности место главы МИД Украины Дмитрий Кулеба, вероятнее всего, займет его заместитель Андрей Сибига. Но с кандидатурой еще определяются. В свою очередь, издание «Украинская правда» пишет о том, что свой пост сохранит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В Верховную Раду подали заявление об отставке министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюсько, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и председатель фонда государственного имущества Виталий Коваль. Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровой перестановке в Кабмине необходимость усилить некоторые направления в правительстве. В том числе в вопросах внутренней и внешней политики. Зеленский отметил важность взаимодействия между центральной властью и общинами, особенно во время подготовки к зимнему сезону. Украинский лидер также указал на то, что страна уже достигла значительных результатов в оборонном производстве. Еще одним направлением глава государства назвал усиление работы с НАТО. По словам главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамия, ожидается увольнение половины состава Кабинета министров Украины. Он написал в своем телеграм-канале, что и сегодня Украину ждет день увольнений. Арахамия также сообщил, цитата, что более 50% штатной численности Кабинета министров Украины претерпят изменения. Балифа Бахшиева, CBC. Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не изменили политику относительно предоставления украинцев. Украине возможности и разрешения на удары вглубь территории России после сообщений об авиаударе по военному институту в украинской Полтаве, расположенной примерно в 300 километрах к юго-востоку от Киева, в результате которого погиб по меньшей мере 51 солдат и 271 получили ранения. У меня нет информации о конкретном происхождении этих ракет, за исключением того, что это российские ракетные атаки. И снова это лишь демонстрация жестокости и безжалостности этих атак, в том числе по гражданской инфраструктуре. По мере приближения зимы Россия нацеливается на инфраструктуру, включая энергетическую, что будет иметь жизненно важное значение, поскольку в Украине холодает. «Мы уже долгое время усердно работаем над тем, чтобы продолжать сотрудничество с международным сообществом по предоставлению Украине возможности ПВО. Что касается нашей политики ударов вглубь России, у меня нет никаких объявлений относительно изменений в этом вопросе». Райдер напомнил, что глава Пентагона Ллойд Остин будет иметь возможность встретиться с украинскими международными партнерами в конце этой недели в рамках формата «Рамштайн» и заверил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками продолжат обеспечивать Украину противовоздушными средствами. Министр обороны Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун в четверг отправляются на авиабазу «Рамштайн» в Германии для участия в одной встрече контактной группы по обороне Украины, которая состоится 6 сентября. Это будет 24-я встреча контактной группы с тех пор, как Ллойд Остин создал эту международную группу в апреле 2022 года. В госсекретаре и председатель встретятся с министрами обороны и высокопоставленными военными чиновниками почти из 50 стран, чтобы обсудить продолжающуюся войну в Украине и текущую тесную координацию со стороны международного сообщества для оказания Украине поддержки, необходимой ей для самообороны. Патрик Райдер также подчеркнул, что Минобороны США не комментируют информацию о передаче дальнобойных ракет JASSM Украине. Со слов представителя Пентагона, он видел сообщения в прессе, но не может ничего добавить на этот счет. Ранее СМИ сообщали, что США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины России. Однако Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку Штаты решают технические проблемы перед любой поставкой. Фарид Адилов, CBC. Власти США подтвердили продолжение поставок вооружения Израилю, несмотря на частичные ограничения, введенные Великобританией. Такие меры Лондона вызвали напряженность в отношениях между союзниками. Но обе стороны заверяют в неизменной поддержке Израиля. Решение Великобритании связано с риском нарушения международного гуманитарного права в ходе конфликта в секторе газа. Администрация США продолжит поставки вооружения Израилю, несмотря на решение Великобритании об их ограничении. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон обсуждает с Израилем вопросы соблюдения международного гуманитарного права при применении американских вооружений Армии обороны Израиля. Вашингтон считает, что еврейское государство не нарушает международное право, применяя американское оружие. Что касается Великобритании, то каждая страна вправе сама говорить о том, как и в какой степени она поддерживает Израиль. Я, конечно, не собираюсь комментировать так или иначе решения, принятые нашими британскими коллегами. Могу лишь сказать, что, во-первых, мы будем продолжать делать то, что должны делать, чтобы поддерживать обороноспособность Израиля. Ранее британское правительство приостановило действие разрешений на экспорт некоторых наименований военной продукции в Израиль. Ограничения затронут в частности компоненты для беспилотников и военных вертолётов, а также системное ведение вооружений на наземные цели. Как ранее уточнил глава МИД Королевства Дэвид Глэмми, британские власти будут готовы снять ограничения, если Израиль продемонстрирует более ответственные решения к соблюдению норм гуманитарного права при проведении военной операции в секторе газа. «В случае с некоторыми видами оружия, экспортируемых Соединённым Королевством в Израиль, существует реальный риск их использования для совершения серьёзных нарушений норм международного права. Речь идёт не о полном запрете. Это не эмбарго на поставки оружия и не способ наказать Израиль. Мы всего лишь добиваемся того, чтобы наша система экспортов вооружения оставалась одной из самых надёжных в мире». Решение Великобритании частично приостановить оружие Израилю, как пишет The Times, вызвало публичный раскол между Лондоном и Вашингтоном. По словам министра обороны Великобритании Джона Хилли, несмотря на ограничения, решимость королевства поддержать Израиль в случае опасности остаётся непоколебимой и абсолютной. «Мы являемся верными союзниками Израиля и приняли это юридическое решение в результате процесса, которому просто обязаны следовать. Мы приостановили действия экспортных лицензий на 30 из 350 деталей. Это те, которые могут представлять явный риск нарушения международного права в секторе газа. Но наша решимость поддержать Израиль, стать частью коллективной обороны, если они снова подвергнутся прямому нападению, как это уже случалось раньше, остаётся непоколебимой и абсолютной». Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков «Хамас» из сектора газа на израильскую территорию, сопровождающегося убийствами жителей приграничных населённых пунктов и захватом 250 заложников. По последним данным израильской стороны, радикалы до сих пор удерживают в заложниках в газе более 100 человек. Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Лемер сообщил, что дефицит бюджета страны в размере 154 миллиардов евро делает экономику опасно уязвимой в случае нового макроэкономического шока. В то время как политический тупик, вызванный досрочными выборами во Франции, продолжается, призывы к бюджетной консолидации становятся всё более настойчивыми. По сообщению Министерства финансов Франции, вторая по величине экономика еврозоны всё глубже погружается в кризис, вызванный нестабильной политической ситуацией. Ведомстве предупреждают, что ухудшение финансового положения страны может вырасти в этом и следующем году, если не будут найдены дополнительные источники доходов. Дефицит, который также привёл к дисциплинарным разбирательствам в отношении Парижа со стороны Евросоюза, усиливает давление на президента Эммануэля Макрона. Финансовый дефицит означает, что любому новому правительству придётся сделать сложный выбор между сокращением расходов и повышением налогов, или потерей доверия со стороны партнёров Франции по ЕС и финансовых рынков. Как отмечают эксперты, показатель экономического кризиса страны рискует достичь 5,6%. На 2024 год прогнозируется достаточно серьёзный рост этого показателя. Дефицит бюджета в 2024 году во Франции может составить 5,6%, в отличие от планировавшихся 5,1%. На 2025 год ситуация, видимо, будет ухудшаться, и в 2025 году дефицит бюджета уже может составить даже не 5,6%, как в ухудшившемся прогнозе на этот год, а 6,2%, что на самом деле может серьёзно осложнить согласование бюджета, и в целом, конечно, для экономики Франции эти показатели крайне негативны. По словам депутата «Левого крыла» Эрика Кокереля, возглавляющего финансовый комитет национальной ассамблеи, в 2025 году дефицит бюджета может достичь 6,2%. Сославшись на расчёты министерства, согласно которым для достижения целевого показателя дефицита уходящего правительства – 4,1%, на следующий год потребуется сэкономить 60 млрд евро бюджета. По заявлению Кокереля, ситуация стала результатом последовательных налоговых сокращений «Примакрония» и может быть исправлен только путём повышения налогов, а не сокращения расходов. Прогнозируя экономический рост на уровне 1%, как в этом, так и в следующем году, уходящий в отставку министр финансов Брюно Лемер сообщил, что на этот год уже заморожены расходы в размере 16,5 млрд евро, чтобы компенсировать дефицит доходов и перерасход бюджета. По оценкам экспертов, Франции абсолютно необходимо продолжать сокращение бюджета и не допустить выхода дефицита из-под контроля. Дефицит бюджета особенно такой высокий, его нужно откуда-то финансировать, то есть нужно будет находить желающих покупать европейские гособлигации, ну и на самом деле растущие процентные ставки по западным бумагам, по западным облигациям, в общем, они делают на самом деле заимствование крайне затратным инструментом для финансирования бюджетного дефицита. Бюджетный дефицит усиливается из-за того, что есть определенное недополучение доходов в бюджет Франции, ну и также увеличиваются расходы местных бюджетов, что, в общем, также усиливает дисбаланс. Франция давно нарушила и правила Евросоюза, требующие от государств-членов удерживать дефицит бюджета на уровне менее 3% от объема производства. Его общий долг в размере 110% от ВВП также нарушает правила ЕС. При Макроне снижение налогов на домохозяйство, компании и доходы с капитала привело к сокращению годовых доходов на десятки миллиардов евро. По данным французских СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон изо всех сил пытается найти премьер-министра, который был бы совместим как с левыми, так и с консерваторами в парламенте, и который не стал бы сворачивать реформы в поддержку бизнеса, проводимый им с момента своего первого избрания в 2017 году. Времени остается мало, поскольку по закону правительство должно передать проект бюджета на рассмотрение законодателей до 2 октября. Юлия Дунямалиева, Сибиси. К этому часу это были все актуальные новости. Оставайтесь в курсе событий вместе с Сибиси и Сибиси-ФМ. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова